К опаснейшим последствиям может привести изжога, дискомфорт, на который почти никто не обращает внимания. На пищевод будет агрессивно воздействовать кислая среда, которая выбрасывается из желудка. Длительная изжога может вызвать гастроэзофагорефлюксное заболевание, синдром Барретта, стриктуры и даже рак. Неприятное жжение возникает, когда из желудка выбрасывается часть содержимого в пищевод. Здоровый и крепкий организм может быстро среагировать и вернуть массу в желудок с помощью слюны и слизи. Но такой механизм может и не сработать, а возникшая изжога будет медленно, но уверенно вести к опасным болезням. Рано или поздно из-за воздействия кислоты пищевод не сможет от нее защищаться, и возникнет болезнь под названием герб. Основными симптомами этой болезни являются рвота, отрыжка, кислый или горький привкус, ухудшение аппетита, вздутие живота, боль и сжение за грудиной или икота. Первичные признаки этой болезни вообще никак не ассоциируются с изжогой. Это боль в груди, кашель, осиплость и даже удушье. Опасность болезни в том, что желудочный сок будет переваривать слизистую пищевода, которая больше не сможет противостоять кислоте. Из-за этого начинаются воспаления, появляются эрозии и рубцы, и нередко раны становятся злокачественными. Очень опасной болезнью от изжоги могут быть и диффузные спазмы. Это частые сокращения пищевода, которые вызваны глотанием. Они могут быть неясного происхождения, либо сформироваться на фоне частой изжоги. Из-за того, что ткани пищевода постоянно находятся под влиянием кислой желудочной среды, появляются расширения, и выпячивание стенок, и спазмы в этих зонах вызывают очень сильную боль. А еще, если не обращать внимания на изжогу и дальнейшее развитие заболеваний, можно получить рак пищевода, который зачастую приводит к смерти. Это обусловлено тем, что они не могут